Доброго времени суток, мои дорогие! Рада вас всех приветствовать! Сегодня сочельник, канун католического Рождества. Ну, пусть так и будет. Тут еще был день зимнего солнцестояния, и где-то вот в эти дни начинается увеличение дня. Ненамного, чуть-чуть, но оно уже есть. Мы его не замечаем, но уже зима повернула на лето. Как это странно бы не звучало. Поэтому считается, что в это время открыты, ну, не знаю, небесные врата, что ли. Давайте попробуем посмотреть, а что следующий год принесет именно для вас. Ну, во всяком случае, для тех, кто смотрит это видео и выберет вот из этих пяти вариантов камешек, которые им понравятся. Это у нас хризопас лимонный, такой вот он лимонного цвета. Вот, я так думаю, видно будет. Да, вот так вот, более-менее похоже вот в его реальный цвет. Это у нас... Ой, выскочила из головы. Ладно, не буду ломать голову, как он называется. Крутится на языке, но не помню. Вот. А, вот, вспомнила. Аметист, Господи. Бывает такой у меня. Так, янтарь. Камешек. Это у нас голубой агат. Он такой, не белый, а именно он голубоватый. Но такой цвет, вот так, наверное, вот видно, что он голубоватый. И лабрадорчик. Такой камешек, он прозрачный. Он вот гладкий, но если смотреть его на свет, он, видите, как вот переливается. Вот пять вариантов. Я достала четыре колоды. Одну, которая, ну так, двумя картами, да? Тремя, хорошо, тремя картами. Посмотрим, какой будет год конкретно для определенного камешка. Какой совет дадут высшие силы. Это у нас будет колода ответы славянских богов. Это мы посмотрим по временам года. Зима, лето, зима, весна, лето, осень. Что основные какие события возможны для конкретного камешка. Ну и для многих, конечно, будет вопрос насчет финансов. Важен, да? Вот. Что еще у нас можно посмотреть? Посмотреть. Еще, наверное, одну колоду достану. Ну давайте. Тайны моря. Сновую колоду достану. Посмотрим. Так как вода, это, в общем-то, стихия отношений, чувств. Вот мы с вами посмотрим, как будут складываться у вас отношения с тем человеком или людьми, которых вы загадаете. Я надеюсь, запомнили, да? Я буду озвучивать. Самое главное, сейчас выберите свой камешек. Я вам даю немножко времени. Хризопрас лимонный. Аметист. Янтарь. Голубой агат. И лабрадор. Надеюсь, выбрали. Знаете, как выбирать? Вот не смог, вы постарайтесь понять, какой камешек вам прямо, вот вы посмотрите, и он вам в глаза бросается. А кто-то, может быть, почувствует, вот что ему, вот прямо он тянет, манит, что это мое. Не забывайте, что это расклады средние, усредненные как бы. То есть, что-то может не сбыться, что-то сбудется, что-то сбудется у вас по-своему. Но, можете посмотреть два расклада, три, допустим. Итак, хризопрас лимонный. Берем колоду дракона. Потому что следующий год, он где-то с февраля месяца будет именно годом дракона. В общем, смешаем все, что только возможно. Все направления религиозные, духовные и так далее. Ну вот, давайте мы посмотрим, каким будет год для тех, кто выберет хризопрас. Ну, основной такой, да? Конечно, не подробно, но основной. Будьте, пожалуйста, очень аккуратны, потому что человек, который сможет вас к себе расположить. Смотрите, у вас кубки одни выходят. То есть, для вас очень будет важен именно год отношений. И вот человек, который, ну, знаете, как это, будет прямо лить какие-то прекрасные речи в вашу сторону, он, на самом деле, он может вас подставить, разочаровать. Тройка кубков. Вы будете очень сильно по этому поводу переживать, вплоть до депрессии. Поэтому не верьте. Вот, знаете как, воспринимайте человека не по его словам, а по его делам. Что бы вам ни говорил. Это не только отношения именно как любовные. Не обязательно. Хотя, скорее всего, это коснется большинство именно в этом. Это может быть и на работе, и в бизнесе, и в каких-то договоренностях. Просто особо не доверяйте. Так. Что вам хотят сказать высшие силы по поводу следующего года? Какой дать совет? Здесь будет 4 карты, потому что я сразу вытащила как бы 2 карты. Поэтому 4. У вас будут изменения в статусе. Вполне возможно, что, смотрите, выходили чаши, и будет тяжело вам. Выходили чаши, и вполне возможно, что вы можете расстаться с кем-то из близких. Из близких вам людей, или тех, кому доверяли. Вот. Но это может быть и касаться того, что вы не сможете заключить договоренности на то, что рассчитывали. Но при этом это может быть и вообще не иметь отношения к первому. Это может быть просто смена работы. Или вы потеряете работу, или наоборот найдете работу. Но будет тяжело. Здесь нужно будет набраться вам терпения, мобилизовать себя, и все равно двигаться вперед, несмотря ни на что. Идти вперед и выстраивать новые отношения, не забывать семью. И тогда у вас, в принципе, будет все хорошо. И вы даже будете по рыцарю Пентакли двигаться вперед к успеху. То есть, первое, мы видим, что могут быть неприятности в каких-то отношениях с кем-то, договоренностях. Поэтому будьте готовы к этому. И не воспринимайте именно это как удар. Вы уже, кто владеет информацией, тот вооружен. Поэтому не заморачивайтесь. И опять же, будут у вас перемены в жизни. У кого-то может быть не очень хорошую сторону, на первый взгляд. Для кого-то в хорошую, наоборот, сторону. Будет непросто, но это все равно будет движение к успеху. Вот это самое главное, что вы будете спокойно идти вперед. Ни на что, просто не обращайте внимания, а идите вперед. Каждый должен прожить свою жизнь и пройти свои испытания. Так, теперь мы с вами посмотрим по временам года. Вот зима для хризапразиков. Что принесет. По две карты будем вставать. Зима. Вам будет хорошо и уютно именно со своими близкими. Своей семье. Как раньше, как в детстве. Вот этим нужно насладиться и напитаться вот этим. Ну и, соответственно, дарить это своим родным и близким. Отличная карта. Весна. Ну и смотрите, как у вас все. Весна какая успешная будет. Несмотря на то, что в отношениях каких-то договоренностей что-то будет не так, но все равно это принесет вам... Год вам даст много и очень хороших минут. С кем-то будете, скорее всего, о чем-то договариваться. Может быть, это вот как раз по поводу работы. Может быть, это по поводу каких-то ресурсов. Это будет успешно. Может быть, деньги. Но, опять же, с деньгами будьте аккуратны. В долг брать нельзя. Ну, в кредит имею в виду. Если только, может, у кого-то из близких на какое-то важное, очень важное дело. И вы тогда добьетесь успеха. Лето. Что вам принесет? Летом вам нужно будет многое в своей жизни пересмотреть. И вам в этом помогут, вас поддержат. То есть будут серьезные перемены в жизни. И, соответственно, уже потребуется вам поддержка. Но это к лучшему. Это вы как бы освободитесь от чего-то ненужного, балласта какого-то, скорее всего. Пересмотреть, может быть, ценности нужно. И осень. Вот тут, может быть, смотрите, какая-то серьезная, такая критическая, спорная ситуация с каким-то из близких, причем молодых. Это вполне возможно, ребенок ваш, либо какой-то знакомый, который молодой, именно молодой, ну, сколько там, лет 20, до 25 лет. Ну, 30, хорошо, возьмем 30. Он может вас вывести на какую-то серьезную скандальную ситуацию. Вот, может быть, как раз вот об этом вас и предупреждали драконы, что с кем-то будет конфликтная ситуация. Кто-то вас очень сильно может разочаровать. Вот, вполне возможно, об этом говорят вот эти карты. Но все равно, несмотря ни на что, постарайтесь искать выход из этой ситуации, найти какие-то контакты, чтобы все наладилось. Так, в плане финансов, как у вас сложится 24-й год? Много будет удачных идей, каких-то, возможно, вы захотите отправиться в какое-то путешествие, осуществить свои мечты. И для этого вам нужно будет куда-то поехать. Это не обязательно за границей, хотя карта это обычно говорит, как мир, то есть за границей. У кого-то будет за границей, у кого-то будет за границей своего города. Это тоже очень важно. Это будет поездка, скорее всего, удачной. Вы осуществите свою идею. И это еще и вам принесет в итоге деньги. Несмотря на то, что вы, может быть, поедете куда-то отдыхать, а может быть какая-то деловая поездка. Либо у вас будет связано это с идеей, с каким-то партнером, который находится где-то. Вы о чем-то сможете договориться и заработать на этом еще деньги. Так что не бойтесь своих идей, даже, казалось бы, неосуществимых. Они вам могут принести денежку. Ну и в итоге сейчас посмотрим про отношения. Может нам карты покажут. Вот эта колода. Что же там такое может быть? Ну вот, скорее всего, нам карты показывают вот именно на три первых карты. Это вы вынуждены будете в своей жизни изменить что-то. Принять, наверное, какое-то решение. Это нужно будет сделать для того, чтобы вы выстроили свою будущую жизнь. Что-то нужно менять. И это, скорее всего, будет связано с семьей или с очень близкими друзьями, которые очень вхожи к вам в дом. И из-за пажи мечей это говорит о том, что будет какая-то очень скандальная ситуация. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны. И постарайтесь к этому подготовиться и не вестись на скандал. Так, надеюсь, понятно объяснила. Так, аметист. Смотрим, каким будет год для тех, кто выбрал аметист. Ну, год высокосный, год дракона. Энергии очень много. И из-за этого будет очень у вас напряженная ситуация. Причем, скорее всего, будет тот момент, который уже был в вашей жизни. И вы готовы к нему. Девятка жезлов. Вы уже знаете, как реагировать. Ну, что предпринять для решения этого вопроса. Но для того, чтобы вы себя чувствовали максимально комфортно, максимально спокойно, хорошо, вот чтобы вам было реально хорошо, вам придется, ну, что-то оставить. Может быть, это разорвать какие-то старые отношения. Может быть, это нужно будет что-то отдать, чтобы оставили вас в покое. И это будет правильный шаг. Это будет правильный порыв, который нужно осуществить. Не бояться, потому что у вас достаточно будет дальше сил на движение вперед. Какой совет вам еще дадут высшие силы? Несмотря на то, что вам будет тяжело, не бойтесь. Эти страхи, вот предпринять шаги, скорее всего, вот именно это связано с этой ситуацией, что я только что смотрела, не бойтесь. Это все ваши страхи надуманные. Смело идите вперед. Несмотря, ну, что ж такое у всех, это самый паш мечей выходит. Ну, может быть, это говорит о том, что у вас будет новая идея, которая вам поможет восстановиться и решить все ваши вопросы. Слушайте себя, слушайте свой внутренний голос и ничего не бойтесь. Несмотря на то, что... Как будет складываться ситуация. Ну, попробуем по временам года посмотреть. Зима. Зима. Смотрите, какие-то... Либо будет серьезное заболевание, либо потеря денег. Самое важное, что не... с деньгами будет связано. Потому что вы не обратите на что-то внимание. Вас где-то слишком обольстят, и вы можете вложить деньги куда-то не туда. Либо вы... снять какой-то покупкой, что приведет просто к потере денег. Поэтому нужно, чтобы вас не развели ни мошенники, ни... чистоплотные продавцы какие-то, да, нужно четко понимать, от чего хотите вы. Поэтому не витайте в облаках, четко знайте, что вам нужно, тогда вы сохраните свои деньги. Противность ночи, зимой, может быть, потери денег. Те же подарки, там еще что-нибудь дополнительное. На Рождество, на Крещение. На 23 февраля. Не надо раз в эти 20 деньгами. Так, весна. Весной у вас, возможно, вариант каких-то договоренностей. Это может быть, выглядеть очень как удачное, но смотрите, дама-фортуна у нас капризная. Может повернуться положительной стороной, может повернуться отрицательной. В данном случае, я бы, наверное, сказала, что на удачу особо не рассчитывайте. Тоже, смотрите, тут какое-то предупреждение, и тут тоже, что может быть не все так красиво и гладко, как вам будут петь. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. но при этом человек, который вам будет что-то говорить, обещать или предлагать, он хороший. То есть он это будет делать несознательно. Но для вас это может обернуться, может быть, не очень хорошо. Но, в принципе, обойдется, потому что солнце, оно глаживает все неприятности. Думайте, пожалуйста, что вы делаете, во что вы вкладываете деньги. Не ведитесь ни на какие. Сейчас нельзя поддаваться на какие-то предложения, провокации, такие, что только вот сегодня. Вот это предложение только сегодня. Если вы понаблюдаете, то окажется, что это предложение уже тянется или будет тянуться довольно-таки долго. Лето. Летом вы будете общаться, скорее всего, с мужчиной средних лет, который вам даст какие-то новые варианты либо подсказки решения каких-то вопросов. Такой хороший момент. У него много рождается идей. Он очень творческий человек и при этом очень любит много поговорить. Поэтому, общаясь с этим мужчиной, вы для себя можете открыть какие-то новые горизонты. и осень. Осень, осень. Осенью вам придется разбираться в очень каком-то важном деле. Прямо очень серьезно изучать его. Это будет удачное дело, которое нужно вам. Оно принесет вам успех. С чем это может быть связано? Это связано с тем, что какая-то жизнь для вас, этап жизни закончится, а дальше вы будете легко и спокойно идти к своим целям, несмотря на какие-то препятствия и трудности. Ну, каким-то... к деньгам будете идти к успеху. Поэтому идея вам может быть будет подсказана, но для того, чтобы достигнуть успеха, вам нужно будет очень серьезно этот вопрос изучить. Если вы решите, может быть, новое дело открыть, может быть, какие-то юридические вопросы решить. Попробуйте эти вопросы еще и сами прочитать, не только опираясь на юристов. Так, в плане финансов, какой будет год для вас? Скорее всего, будет какой-то для вас новый уровень дохода, но он будет непродолжительным. Вы будете думать, что все закончилось, потому что будет очень серьезная конкурентная борьба. но нужно понимать, что есть выход, который вам поможет все-таки это раскрутить. Постарайтесь особо ни с кем не ссориться. Будет очень тяжело это все вытягивать вам. И первое время будет такая ситуация с финансами 50 на 50. Поэтому во что-то новое влезая, очень хорошо взвешивать и просчитывайте много вариантов, не один, как дело развивать. Если вы устроитесь на новую работу, то постарайтесь максимально изучить ее, чтобы опять же спокойно идти к деньгам, к заработку, к карьерному росту, а не исправлять допущенные ошибки. как будет складываться у вас год в отношениях личных или с партнерами, может быть в семье, в зависимости от того, что вы загадали. Скорее всего, вы с кем-то расстанетесь. Ну, с тем человеком, которого вы загадали, скорее всего, вы расстанетесь. но это и к лучшему, потому что он будет вас тянуть только вниз в пропасть. Вам нужно, вы вынуждены будете уйти или уехать, может быть, переехать в другую квартиру, либо просто с ним расстаться. Ну, все, корабль горит, поэтому пора отчаливать. Но это только к лучшему будет, чтобы вы сами не утонули в отношениях, которые вам не нужны. Вот такой расклад получился для аметистов. Теперь янтариков посмотрим. Загадывайте человека, которого вы хотите посмотреть, или людей. Это отношения могут быть как с каким-то партнером, со знакомым, в семье или договоренности какие-то на работе, в бизнесе. Ну, а мы поехали смотрим, какой будет для вас год янтарь. Для вас год будет такой 50 на 50. Могут быть и какие-то не очень приятные вещи, но при этом и очень хорошие. Тут главное удержать баланс, четко понимать чего хотите вы, вы, тем более, если вы что-то запланировали и не спешить. Вам нужно все будет хорошо продумать и вы будете постепенно двигаться к той цели, которая вам нужна. вот, но все, что вы будете начинать, оно будет такой вот тягучее, подвисшее, вроде как и не туда, не сюда, как вот по этой карте, так и по повешенному, поэтому не спешите, то есть такой знаете стабильный тягучий год, вот как смола, наверное, да, но вот так и будет тянуться, но все равно вы постепенно, если вы знаете куда вы идете, вы постепенно будете выходить, самое главное не чувствовать, постарайтесь максимально не воспринимать себя как жертву, что вот а за что это мне, да, почему другим везет, а мне не везет, вы может быть просто не тем путем идете, просто на ту цель, которую вы хотите достигнуть, посмотрите с другой стороны, знаете как, тут он вот висит на хвосте вниз головой, а вы попробуйте перевернуть, и тогда вы многое увидите в своем деле, что можно сделать. Какой совет от высших сил? Все равно получается кучу советов вам даем, ну, посмотрим, что именно высшие силы хотят вам сказать. Здесь 4 карты, потому что сразу 2 достала. смотрите, очень многие вопросы ваши будут разрушаться. Вам нужно внимательно пересмотреть понимание ценностей. Вы, может быть, слишком зацепились за материальное. Уделить нужно внимание духовному или вашему духовному развитию, либо, если есть у вас какие-то способности, по развитию этих способностей. Займитесь этим, не бойтесь, иначе ваша жизнь будет разрушаться до тех пор, пока вы это не сделаете. Остановитесь, подумайте, отдохните, все звесьте, и не боясь, тогда пойдете вперед. Но вам нужен сначала отдых, чтобы вы могли все просмотреть и переоценивать, тогда найдете меч-кладенец. Главное не торопиться. Но духовным надо заняться развитием. Так, что у нас по временам года будет? зима. Зимой вас будут вам будут помогать. Люди, которые вам близки, они вам будут помогать, с кем вам комфортно общаться. Причем вполне возможно, что это люди, которые моложе вас. Но если вы молодой человек или девушка молодая, то вполне возможно, что это будет молодой человек, либо друг, либо подруга, с которой комфортно общаться, который вас будет поддерживать во всем и помогать. Весна. весна вам принесет много радости, много веселья, компаний, где вы можете себя показать. Но имейте в виду, что потом вы просто не будете понимать, что дальше делать. Это приведет к каким-то сложностям, либо лишнего вы где-то можете наговорить или сделать, о чем потом будете жалеть и будете бояться выйти в свет. И это может к каким-то еще и конфликтным ситуациям привести. Поэтому, пожалуйста, если вы находитесь в компаниях, если вы с кем-то общаетесь в коллективе каком-то, постарайтесь себя слишком не рекламировать. Потому что, если не оправдаете чьи-то ожидания, это будут проблемы. Так, летом. будет много работы, но при этом вознаграждение или результат вы получите позже, к концу лета, может быть, осенью. не пытайтесь делить шкуру неубитого медведя. Нужно будет четко понимать, к чему вы идете, какой целью, для чего вы работали и, соответственно, двигаться к этой цели, а не бодаться самим собой, что хочу это, хочу это. И получится, что вы все свои ресурсы потом растратите в никуда. Четко понимание, для чего вы работаете, какой вам нужен результат и к этому результату идете. Раньше ресурсы не тратите. Но это, скорее всего, касаемо денег. Если у вас большая цель, то, соответственно, поставили и идете вперед и решаете этот вопрос. Так, осень. И вот вам как результат вы осенью получите очень хорошие очень хорошие результаты. Осень у вас будет вообще замечательная во всех отношениях. Это может быть и любовь, и семья, и финансы, и здоровье. То есть, вы будете на подъеме на самом высшем уровне. Самое главное не спешить летом, а то будет много соблазнов, нужно четко понимать цель. Классно, осень вообще для вас получилось. Так, в плане финансов, какой будет год? Длинный расклад, поэтому, если что, вы просто на свой камешек, там, не знаю, получится у меня или нет, по времени выложить. Это самое новое. Хотя бы просто видео прокручиваете. работы будет много у вас. И смотрите, вообще шикарно в плане финансов у вас будет складываться все очень хорошо. Главное, особенно зимой, никуда не спешить, все четко понимать, весной не растренькать свои ресурсы, свою силу, энергию, особо не рассказывайте никому о своих планах, и вы к осени будете вообще в шоколаде, так скажем. То есть во всех отношениях будет очень классно, в финансах особенно. Так, ну а как в личных отношениях или в семье отношениях, потому что многих это больной вопрос сейчас, и именно в деловых отношениях тоже кого-то может быть волнует. Посмотрим. и в отношениях смотрите, как классно выходит императрица, вы решите все вопросы, у кого-то может быть даже рождение ребенка, императрица, дама, которая рождает, способствует рождению детей, если у кого-то не было, нет детей, или кто-то хочет еще. Если вы где-то забеременели зимой, то осенью вы родите то самое. И постарайтесь максимально отстаивать свои интересы, отстаивать свои границы и защищать отношения от других людей, потому что завидующих будет много. Так, янтарики. Теперь у нас будет голубой агат, агатики. каким будет год. год, к сожалению, будет связан с какими-то потерями. Потерями того, что вам было дорого. Это будет происходить такой конкурентной борьбе. То есть будет какая-то ситуация конфликтная у вас. Может на работе, может быть в семье. И вы вынуждены будете в этой ситуации уступить. Но это и хорошо, потому что дальше для вас наступит покой, тишина, для вас комфорт, вы будете чувствовать себя как дома. То есть тепло, любовь, защищенность родные и близко. То есть вот это вы сможете сохранить. И поэтому может быть для этого придется чем-то вам пожертвовать. иногда бывает когда делешь наследство и чтобы не потерять отношения в семье порой стоит лучше отдать, уступить. Тем более если для вас это не имеет такого серьезного значения. иногда стоит пожертвовать квартирой или там частью квартиры чтобы сохранить отношения с родными потому что наверное это самое главное. Так какой совет вам дают высшие силы на следующий год? тоже две карты поэтому четыре здесь получается. Очень много у вас будет связано именно с семьей поэтому будьте максимально благосклонны к своим близким и максимально старайтесь сохранить вот эти семейные отношения. это позволит вам перемены в жизни которые будут для вас максимально благоприятными. Несмотря ни на что даже если вот как по драконам что вы что-то должны будете отдать даже если вы чем-то пожертвуете вы возродитесь как птица феникс как жар птица знаете у вас все будет хорошо поэтому не бойтесь главное в вашей ситуации это сохранить максимально хорошее отношение тем более если это в семье пойти другим путем и тогда для вас все будет хорошо дальше складываться так посмотрим по временам года как у вас будут дела складываться зима зима вам откроет очень много возможностей прямо огромное количество хотя эти возможности могут быть и с трудностями определенными но вы сможете любые вопросы решать не бойтесь решайте пользуйтесь этими возможностями не упускайте их весна а весна вот вам по справедливости если вы где-то нечестно поступили вы будете разочарованы будете очень расстроены поэтому тоже будьте пожалуйста мудрыми внимательными и в отношениях иначе вы можете многое потерять о чем это у нас пятерка кубков когда вам придется выбирать что делать дальше послушайте совета мудрого человека в этот момент не принимайте скоропалительных решений особенно если это будет связано именно с отношениями то есть если вы где-то кого-то обидели то вам прилетит бумеранг скажем так летом то чего он тут привет передает ходит хвостом машет лето вам поможет решить все эти вопросы если были какие-то трудности весной в отношениях то вы либо новые отношения будут у вас либо вы эти сможете возобновить это будет удачно и вы вместе в какой-то компании опять будете общаться радоваться жизни ну и осень ну да то что должно произойти оно должно произойти опять осенью у вас чего-то произойдет наверное не очень приятное то что изменит вас вы должны измениться во всяком случае очень серьезно пересмотреть свою жизнь и вполне возможно вы с кем-то расстанетесь причем это будет вынуждено либо вынуждено уехать и это возможно будет связано с такой скандальной женщиной конфликтной которая вам чего-то не хочет простить но для вас это только к лучшему так что не переживайте особо не переживайте так в плане финансов как будет складываться у вас следующий год да неожиданно длинное видео получается так финансы ой добавлю карту которую забыла на столе вам придется если вы решали финансовые вопросы на скоком даже где-то может быть конфликтом успокойтесь возьмите себя руки остановитесь есть решение вопроса довольно-таки другим путем действовать нужно сидеть нельзя нужно будет работать но нужно вот у вас выходит что у вас прямо этот год будет год вашего изменения не просто год перемен а вам придется себя менять и вполне возможно что это будет вот в частности опять связано с финансами придется многое пересмотреть и лучше остаться при своем то что у вас есть чем пытаться что-то дополнительно получить очень интересно да переклюкаются карты расклада как это ни странно так что не жадничайте отдайте лучше вы при себе останетесь то что у вас есть зато будет у вас на душе спокойно и легко вы потом переживать не будете так как у вас будет складываться дела в отношениях загаданным вами человеком карта влюбленные не верьте особенно этому человеку с кем вы думаете что у вас ну что он вас любит или она вас любит есть еще скорее всего кто-то третий и тут выбор стоит между вами еще кем-то потому что во многом это либо недоговоренности о чем-то вам не договаривают либо это вообще конкретный обман и тут уже будет по справедливости справедливость конечно вашу пользу вполне возможно что вы о чем-то узнаете и вот тут придется вам принимать жесткое решение вполне возможно что расстаться или каким-то другим образом решить этот вопрос но опять это тоже вашу пользу четверка жезлов чтобы у вас было внутреннее спокойствие чтобы вы потом себя не ругали не гнобили и так далее вот непростой год для вас выходит но через эти трудности испытания нужно пройти и вам предстоят агатикам а вам предстоят перемены именно внутренние ваши перемены в первую очередь не только в жизни но в первую очередь вам придется менять меняться а теперь посмотрим лабрадорчиков настроить и загадать человека которого вы хотели посмотреть попозже каким будет год для лабрадорчиков год год будет так скажем финансово довольно таки успешным но не торопитесь собирать урожай все очень хорошо продумывайте в своих делах возможностей возможностей у вас будет много поэтому продумывайте просчитывайте какими возможностями воспользоваться для того чтобы вы могли двигаться вперед для вас будет очень много чего открыто в этом году какой совет от высших сил простите какой совет вам дадут высшие силы на этот год точно видите как правильно смотрела что чухнула совет от высших сил обязательно воспользуйтесь возможностями которые будут вам открываться обязательно это будет ваш путь к успеху не быстрый но путь к успеху и самое главное не бойтесь не бойтесь рисковать не бойтесь идти вперед очень четко так красиво так ну а что у нас по временам годам расскажут как итак по временам года зима вам придется пройти через определенные испытания пересмотреть пересмотреть переделать себя это будет очень тяжело но вы будете обновленными придется вам от чего-то отказаться может быть покажут постарайтесь не с кем не конкурировать не пытайтесь кому-то доказать что вы там можете или вы лучше или тогда что-то еще в этом роде скажем так что зима для вас какой-то степени запрет на конкуренцию откажитесь от нее и тогда вы выйдете к своим целям к своему успеху именно своему потому что конкуренция это обязательно может может быть не обязательно но может быть навязанное вам мнение или конкуренция не спорьте ни с кем так весна весной вам вполне возможно жизнь преподнесет или мужчина это будет который вам покажет новый путь интересный какую-то новую мечту вам подарит что изменит серьезно вашу жизнь желание мечту цель лето летом вполне возможно вы займетесь новым каким-то направлением новым делом может быть новым проектом который для вас будет весьма успешным вполне возможно это вот перекликается вот с этими двумя картами так так и осень что вам принесет осень а осень вам принесет успех заслуженный успех движения вперед новые еще желания новые цели и понимание что вам делать дальше главное здесь очень важно слушать свою интуицию и смотреть за подсказками от высших сил а вам высшие силы подсказок дали много интересных самое главное думайте думайте просчитывайте пусть ваш мозг будет молодым и активным несмотря на то сколько вам лет так каким в плане финансов для вас будет год ваше движение к ранее поставленным целям вас может в финансовом плане разочаровать и вы даже измените свой статус если из-за разочарования то это не в лучшую сторону поэтому пожалуйста будьте внимательны денежки не раздавать направо налево и очень четко продумывать как вы будете зарабатывать чтобы не попасться на каких-то мошенников а то советчиков может быть много разных а вы за них можете проиграть о чем это у нас разочарование связанное с каким-то новым делом то есть идя к своим целям пожалуйста думайте и будьте аккуратны постарайтесь по минимуму слушать чужих советов думайте сами во всяком случае чтобы вам не кого-то винить а самих себя если вы сделаете где-то ошибку так ну и как у нас еще последний момент как будет складываться у вас дела с отношениями это может быть с человеком близким может быть в семье отношения может быть с работой бизнесом связано что вы загадали да еще раз возможность вам загадать и смотрим возможно у вас будут какие-то новые проекты которые вы будете продумывать либо это вы будете решать и выбирать из партнеров которые вас окружают отношения будут развиваться очень быстро опять же ну нужно не только ну идти на каких-то эмоциях да ну нужно еще понимать и слышать что человек делает и что не только что он говорит но и что он делает потому что у вас выбор будет будет и будет выбор подливом но с выбором нужно не затягивать придется этот вопрос решать довольно-таки быстро но это будет успешно это будет либо любовь либо это деньги в зависимости от того кого вы загадали либо налаживание отношений в семье вот вот такой год для лабрадора я надеюсь расклад вам понравился во всяком случае подсказок было по каждому камешку много если что-то непонятно ну вы уж извините меня но я надеюсь постоянные зрители подписчики мои они понимают о чем я говорю потому что они привыкли уже к моим каким-то определенным репликам словечкам значением если кому-то что-то будет непонятно то вы можете задавать вопросы под этим видео потом мне будет очень интересно узнать как для вас сложились эти расклады хорошо я потом еще подумаю на новый год еще тоже вам что-нибудь в таком роде либо предлагайте какие расклады просто не на города не на боевые действия хочется на что-то мирное задавайте свои темы будет очень интересно желаю вам всем всем камешком всем всем несмотря на даже может быть не очень хорошие где-то моменты расклада раскладов главное не огорчаться потому что я всегда говорю любой расклад если он вам не нравится вы можете изменить это как предупреждение это наиболее вероятные события которые могут в вашей жизни произойти а произойдут они или нет зависит только от вас хорошее за него хватайтесь идите вперед и добивайтесь своих целей если что-то плохое измените свою жизнь немножко свои мысли и вы измените расклад он не сбудется у вас в любом случае это всегда в основном как совет это касается всех раскладов во всяком случае на моем канале всех вас обнимаю люблю берегите себя берегите своих близких и пусть даже это католическое рождество самое главное это дни солнечного зимнего солнцестояния пусть вам высшие силы которые в этом году наступающим принесут как можно больше подарков а вы их постарайтесь взять и не упустить своих шансов слушайте свое сердце слушайте и наблюдайте ищите знаки от высших сил и тогда вы будете идти именно тем путем который вам предназначен желаю всем удачи любви исполнения желаний и до новых встреч